Далее идут галереи с барельефами, которые были сделаны вообще в шестнадцатом веке, как предполагается. Балясины, да, узорные, вот здесь вот. Единственное, что они тут плохо сохранились, но тем не менее вы видите, да, помимо того, что они были сначала выточены как-то каким-то хитрым образом. Ну что, опять же, я говорю, никакой магии тут нет. Легко изготовить такую, одну такую балясину изготовить легко. Наладить такой вот процесс промышленного производства, имея довольно-таки ограниченный людской ресурс. Тут ведь еще и с рисом-то тоже, вот с урожаями риса тоже все немножко наврано. Тоже пишут, что якобы по три урожая риса в год хмеры снимали, но, честно говоря, тоже есть большие сомнения на этот счет, потому что эти красноземные почвы, они не такие уж и питательные. Это я, видите, вам показываю незаконченный барельеф, который вот был намечен и не исполнен. И при том, что мы находимся, это вблизи от главного входа, вот он главный вход. Давай выйдем через главный вход и обойдем, посмотрим на вот эту платформу снаружи, которая тоже считается поздним дополнением. То есть, понимаешь, если раньше, вот еще почитай книжки там, которые были выпущены недавно совсем, везде пишется, вот этот Ангкор-Мрат подстроили в середине 12 века и точка. Ну, да ладно, барельефы какие-то в 16 веке доделали. Сейчас мы читаем, не, ребята, вот эта галерея, ее якобы не существовало, понимаешь? Ее не существовало, потому что это была пирамида. Поэтому сразу же возникает вопрос, при чем тут 12 век? То есть, скорее всего, пирамида-то стояла здесь и раньше, а вот то, что к ней пристроили вот эту галерею и платформу, к которой мы сейчас идем, которая сейчас точно совершенно учеными, это утверждается, что она является более поздней пристройкой. Ну, ни один гид вам об этом не расскажет, конечно, потому что, кому надо такую информацию-то выкладывать. Ну, на самом деле, везде это уже можно прочитать. Так, давайте, вот она, вот эта крестообразная платформа. Причем, заметьте, опять же, говорить о том, что каким-то образом технологии были позже утеряны, тоже не стоит, да, если действительно правда, если это старая, ой, более новая пристройка, то изготовлена-то она совсем не хуже, чем то, что мы увидим потом. Да, мы еще пока только внешнюю галерею осмотрели, внутри мы еще не были, сейчас мы туда вернемся. Я просто хотел показать вам эту платформу. Вот традиционно все мостики, все балюстрады всегда украшены нагами. Вот это тоже змея, это тоже змея, голова от нее лежит вот здесь. Видите, сколько тут голов у нас получается? Было девять. Это был девятиглавый наг. Такой уже. Не очень искусно, кстати, изготовленный. Посмотри, здесь так грубо, очень грубо, вообще грубо. А, ну, понятно, вот тебе и более позднее. Вот тебе и элемент более поздней пристройки. То есть как будто бы вроде бы все так, но все немного не так. Уже обработка-то сильно грубее, потому что более старые наги, они, во-первых, менее подвержены разрушению, в силу того, что они гораздо лучше обработаны. Вот прям заметно. Тут даже оспаривать смешно. Вот. Так они еще и более искусственно изготовлены. Давайте вот тут посмотрим. Вот это платформа, да, у нас. Вот она. Здесь сбит весь декор. Ну, к вопросу о бетоне, да. Видите, это никакой не бетон, это обычный песчаник. Просто они реально умели вот сделать такую красоту из камня. Просто надо себе в этом признаться и уже как-то вот эту бетонную версию все-таки не стоит, мне кажется, здесь использовать. Потому что вот на вот этих вот разрушенных частях мы же видим отлично, что это обычный песчаник. Знаете, с песчаником здесь вообще никаких нет проблем. Хотя доставляли его, мама не горюй, 40 километров отсюда находится месторождение песчаника. Дело в том, что вот на этой территории, где находимся мы, где находимся мы, песчаника нет. Мы находимся в так называемом рукаве выноса реки Сием-Реп. Вот здесь совсем другие почвы. Песчаные глины, они как раз вот в этом рукаве не находятся. Это вот к слову о геоморфологии региона, почему храмы стоят именно там, где они стоят. Может быть, я позже все-таки вернусь к этой теме. Очень интересная тема, лучше о ней подробно поговорить. Но скажу я вам так, что та местность, на которой стоят храмы, по своему внешнему виду, очень сильно отличается от местности, которая находится тут же, от близлежащей местности, где храмов нет. А вот чем они отличаются, я вам расскажу потом. Потому что это длинный разговор. Вот везде лежат части львов. Да, ну конечно, недоделанный Нак, это интересная история. Ладно, давайте вернемся обратно в храм. Нам еще надо подняться наверх. А здесь уже бетон, куски. Это уже работа реставраторов. Работа реставраторов когда-то была. А вот тут у нас вообще непонятное что. Смотрите, такой каменный ящичек. Такой каменный ящичек с дырочкой сквозной. А что это могло быть? Что это могло быть? А быть это могло что угодно. Ой, кстати, по-моему, это плод с пальмы. Ага. Он уже высох. Вот она. Сахарная пальма. Здесь, слава богу, сахарные пальмы растут, они кокосовые. Иначе бы не избежать было бы жертв. Что у нас там? Лестница-то есть хоть кака? Есть. Ну, кстати, нормальная лестница вроде бы, да? Вроде да. Обычная нормальная. Никаких я не вижу. Только стерта чуть-чуть. Ну, стерта это она не чуть-чуть, но тут все стерто. Вон, пожалуйста. Блоки вот эти гигантские. Ну, они гигантские. Ну, а как-то ты встань дальше, потому что тут сложно понять. Вот ты, допустим, встала и вот он. Это вот один блок. Да. Вот, посмотрите, вот он в длину. Давайте посмотрим, куда он уходит в глубину, где он заканчивается. А где он заканчивается-то? Вот здесь, наверное, да? Ну, так, в глубину. Вот он. Раз, два. Короче, сколько-то тонн? Много. Много тонн, много. Очень много тонн. Ладно, мы вернулись. Мы сейчас пойдем на второй уровень. Дальше пространство, которое называется галерея тысячи будд. Здесь раньше были тысячи будд, которых люди приносили сюда. Такая традиция. Ну, вот. Потом все это было украдено во время Гражданской войны. Давайте сначала барельефы рассмотрим. Это очень мелкий барельеф. Видите, вот у меня палец. Вот, размером с палец. Это абсурд или что? Сложно сказать, что это. Да это и не важно. Похоже на абсурд. У них лица у всех разные. Девата может быть. Либо абсара. Видишь, у этой такое лицо, да? А пониже, например, уже более глубое какое-то лицо такое. Ну, лица здесь везде разные. Любой барельеф возьми, ты одно и то же лицо не найдешь. Это удивительно. Ну, с одной стороны удивительно. С другой стороны, если делать это зубилом и молотком, то неудивительно. Ты вряд ли сможешь одинаковые лица сделать с помощью зубила и молотка. Все равно они будут отличаться. Ну, тут какое зубило? Не знаю. Высокоточное, высокоскоростное зубило. Тут, наверное, даже перемычки какие-то есть. Ну, перемычек я тут не вижу, но вообще, конечно, да. Это просто вот я не какой-то там выбрал супер-супер высокохудожественный барельеф. Просто первый попавшийся вам снимаю. Хотя рядом, пожалуйста, вот вам работа более поздних последователей, очевидно. Тут, конечно... Что-то не сравнить, по-моему. Мрак, мрак, мрак. Ну, слушайте, это когда угодно могли выбивать. Мы что-то не знаем. Ну, это уж явно во время строительства, наверное, да, примерно. А может быть ничего и не было. Может быть, когда построили этот храм, тут ничего и не было. А украсили уже те люди, которые потом сюда пришли. Вообще это, может быть, был не храм. Это все спекуляция. Я даже не хочу на этом останавливаться. Мне интересно. Интересно, как это все сделано. Мы видим здесь четыре бассейна. Я сейчас стою возле одного из них. Это типичная индуистская история, да, буддистская. Даже четыре бассейна, четыре стихии. Прежде чем идти туда наверх, к статуе Вишну, которая когда-то стояла там, где она сейчас стоит, я вам покажу позже. Люди окунались в эти четыре бассейна. Уж какие люди сюда приходили, этого мы не знаем, да. Тут говорят, что только якобы брахманы и приближенные короля. Но это все, опять же, такая полумифическая история о мерзких королях, которая, конечно, ой, тоже как криво сделана. Посмотри, ну видно же, что ручная работа. Все очень криво здесь. Все сделано супер искусно, но почему-то криво. Вот так вот, да? То есть тут прям видно, что кривизна зашкаливает. Реизна зашкаливает. Но какая работа, какая проработочка глубокая, посмотрите. А это ведь размер-то. Вот он размер. С фалангу пальца. А там вот такие вот еще дырочки. Забавно. Пойдемте куда-нибудь. Ну вот обсары. Почему у них натерты выступающие части, те, кто смотрит мой канал, уже отлично знают об этом, да? Можно уже к этой теме не возвращаться. А кто не знает, пересмотрите видео на канале. Тогда узнаете. Ух, смотри, как краска-то сохранилась в саде красная. Ну, когда угодно могли нанести. Хоть в 20 веке даже. Тут вообще даже нет смысла смотреть на остатки краски. Вот, что у нас тут-то. Тут-то у нас красивые девушки. Кстати, не забудь мне напомнить, я хочу показать единственную обсару, показывающую зубы в этом храме. Их тут почти 2000 штук, и только одна показывает зубы. Какая-то шутка мастера была, что ли. Вот. Ну, это потом. До этого места нам еще далеко. Я чувствую, мы целый день здесь проведем. Вот опять обсары. Обсары, обсары. Все разные. И прически все разнообразные. Про этих храмовых танцовщиц ходят разные слухи. Вот еще один бассейн. Кто-то говорит, что они были девственницами. Кто-то говорит, что наоборот. На самом деле, говорить можно все, что угодно. Правда, мы не узнаем никогда. В бассейнах была вода. Нашлись даже какие-то остатки изоляции, гидроизоляции. Вот. Опять мы видим везде эти крыши, которые имеют орнамент змеи. Это как будто бы змеиная кожа. Да. А то аскеты там сидят? Ну, какие-то молящиеся аскеты. Да, там не знаю. Это не так важно. Сейчас покажу вам кое-что интересное. Наверное, самое интересное в этом храме. Смотрите, вот она точечка в середине. Ну, здесь, очевидно, что-то стояло. Мы видим, вот в центре было углубление. И по четырем сторонам мы тоже видим углубление. То есть здесь, очевидно, находился какой-то что-то. Ну, назовем это алтарем. Но мы сейчас не для этого здесь. Мы хотим посмотреть наверх и увидеть вот это вот сочленение. В центре, посмотрите, встречаются встречаются вот эти камни, да? Эти каменные постройки, которые с четырех углов расходятся. Четыре треугольника. Ну, да. Вот, видите, центр. Не знаю даже, как это все вам на словах объяснить. А теперь представьте себе масштаб этого строения. Масштаб. Гигантский масштаб этого строения. И представьте себе расчеты, которые позволили этим камням четко встретиться вот в этой вот точке. Ну, поговорите с современными строителями. Ну, не теми, которые кирпичи кладут, а с людьми с инженерным образованием. Они вам скажут, что в современное время достичь этого невозможно. Вот. Ходил я тут со строителями, да. Они говорили, конечно, да, все замечательно придумать. Может, ученый придумать, может, все что угодно, но пусть к вам попробуют повторить, потому что мы этого повторить не смогли бы. Ну, да, были расчеты и говорили, что якобы 200 лет потребовалось бы на строительство этого храма, если бы мы использовали современные технологии. Вот. Так что, я не хочу отрицать, что это строили там древние кмеры. Нет. Я в первую очередь отрицаю время, ушедшее на постройку этого комплекса. Это не могло быть 39 лет, даже 239 вряд ли. Ну, и мы видим, да, что комплекс недостроен. Везде какие-то следы недоделок, которых, конечно, не могло быть. Ну, другой король бы, наверное, бы достроил, да, доделал бы все эти барельефы, если бы это был такой важный храм. Ну, правда, если считать, что это был храм, это Будда не древний, да, это век 16-й где-то. В 16-й век Камбоджа не считается чем-то ценным. Вот. Да, о чем я говорил-то. Да, если бы это был государственный храм, и, конечно, в Камбодже каждый король строил свой государственный храм, и, в принципе, теоретически, вполне возможно, да, что Сурья Варман II умирает, и следующий король, он строит уже свой государственный храм, а на этот уже забивает. Ну, объяснить можно все, что угодно, да. Это как анекдот про двух политологов. Дескать, один спрашивает у другого, ты понимаешь, что происходит? Он говорит, вот погоди, я тебе сейчас объясню. Да не, объяснить я и сам могу, а ты понимаешь? Вот то же самое и здесь. Объяснить можно все, что угодно, понять это невозможно. Короче, тысячи бут здесь находились в этом пространстве, да, называлась галерея тысячи бут, но все было украдено во времена Красных Кмиров. Ну, вообще, здесь была арена войны в это время, тут вьетнамские войска выбивали Красных Кмиров отсюда. Голов не стало еще раньше, головы крали еще с 19... Нет, ну давай так, эти храмы грабили всегда, их грабили столетиями, поэтому кто когда чего украл, мы уж точно никогда не узнаем. Вот, кстати, одна из старых йони, йони мы знаем, женский половой орган, да, вот здесь был когда-то носик для стока воды, его отбили. Вот, вот эти йони, они, как правило, очень древние, и это можно еще определить их древность по тому, как они сделаны. Уровень обработки выше, чем у лингамов, которые раньше в этих йонах стояли. Но эта йони-то уже выполняет функцию пьедестала, на нее просто поставили статую Будды, причем деревянную, ну, тоже век, наверное, 16-й, может, 17-й, деревянная статуя Будды. Здесь раньше находился лингам, лингамы, как правило, худшего качества, чем йони. Посмотрите, здесь вот эти квадратики, которые непонятно зачем вырезаны, тоже очень высококачественно, а такие йони обычно датируются веком 10-11. Вот это, вот эти все, ну, скажем так, менее качественные статуи, плохо сохранившиеся, именно в силу плохой обработки, они плохо сохранились, они вот как раз датируются веком, наверное, 16-м, сложно сказать. Вот, ну, мы сейчас пойдем дальше, потому что храм-то гигантский. Хотелось бы сделать вам более-менее обзор, ну, не получится, конечно, все-то показать. Чтобы все посмотреть, надо приехать сюда. Нет, чтобы все посмотреть, во-первых, сколько видео придется выложить, я не знаю, сколько часов. Это получится сериал, просто Санта-Барбара. Я не готов. Какая красота. А зачем мы сюда-то вышли сразу? Мы с тобой проскочили мимо. Мы вернемся или не вернемся уже? Нет, давай мы на обратном пути посмотрим второй уровень, потому что мы сразу наверх попали. Вот. Пирамида, да, как я вам уже говорил. Пирамида. Вот там вот верхняя часть этой пирамиды, называемая Бакан. А я стою сейчас перед библиотекой. Кто знаком с нашим каналом, тот, конечно, знает, что библиотека к библиотеке никакого отношения не имеет. Это здание неизвестного предназначения. Вот. Почему-то, видите, с фальшивыми окнами. Вот это здание. Как правило, библиотека имеет наверху окошки. Окошки. Для чего-то. Непонятно для чего, никто не знает. И вот в этой библиотеке, например, окошек нет. А в библиотеке всегда парное здание. Вот там вот еще одна стоит. Вот там вот. Там еще одна стоит. Это всегда парное здание. И обращены они к центральной башне. Да, да. Вот хотел показать. Да, вот она реставрация. Но зачем это делать, непонятно. Здесь раньше была дыра, из которой торчал лотерит. И можно было сразу понять, что храм-то не из песчаника построен, а из лотерита. А песчаник это только облицовка. Ну как облицовка? Облицовка вот такими мегалитами. Не детскими. Но тем не менее, для какой-то цели они стали вот так вот безжалостно все это реставрировать. Есть у меня мысли по этому поводу, но я придержу их. А вот, пожалуйста, современные барельефы. Попытка. Знаете, любуйтесь. Пойте. Посмотрим здесь еще красоту. Вот куски современного песчаника, который тут валяется. Песчаника тьма, да. Вот, пожалуйста. Обычные, простые барельефы. Коек здесь мегатонны. Ладно. Пол внизу тоже, кстати, переделали. Тоже новых плит добавили. Вот такой вот маленький камушек совсем. Такой крохотный мегалитик. Камушек. Маленький. В сравнении со мной. Да. Это обычный. Обычный. Вообще обычный. Ничего такого особенного в нем нет. Есть гораздо крупнее здесь. У меня увидел крошка мегалит. Да, крошка мегалит. Так. Знаю, что-то вам рассказывал, но я уже не помню. Не важно. Когда-нибудь вспомню и вернусь. Значит, вот эта вот часть называется Бакан. Видите, тоже пирамидальную форму имеет. Вот. С такими вот поддержками в виде лестниц. Да, не лестниц нужно было так много для того, чтобы вся эта конструкция не развалилась. И наверху пять башен, которые по индийской мифологии символизируют гору Меру. Причем интересно, по-моему, это первый храм в Камбодже. Ну, опять же, да, что значит первый? Как будто бы нам известно точная хронология их постройки. Да, мы такие умные. Нет, конечно. Но, по крайней мере, в этом храме есть необычная деталь. Центральная башня выше остальных четырех. Обычно они были всегда одного размера. Вот. А тут уже центральные выделили. И в центральной башне стояла статуя Вишну. Интересно, что этот храм был посвящен богу Вишну. Опять же, существует расхожее мнение, что это нечто уникальное, что все храмы посвящались богу Шиве, а вот этот посвящен Вишну. На самом деле, существует четкое территориальное отделение между, ну, как я, как не знаю, назовем, между территориями, где поклонялись Вишну и поклонялись Шиве. Южная часть той территории, которая позже стала Камбоджей, это было поклонение Вишну. Северная часть это Лаос, скажем, север Камбоджи современный, провинция Лаво в Таиланде, это к востоку от Камбоджи. Там поклонялись Шиве. И появление божества Хари-Хара связано именно с тем, что была попытка объединить эти области, да, то есть в одной области, ну, я сейчас на пальцах объясняю, конечно, примитивно совершенно, но смысл главное, чтобы был понятен, да, смысл появления божества Хари-Хара как олицетворения Вишну и Шивы в одном образе, об этом я тоже рассказывал в предыдущих роликах, кому интересно, найдите, посмотрите. вот, и смысл это появление этого божества именно в объединении двух территорий, населенных Кмирами, северной и южной территории. Ну, опять же, в истории это объединение чинлы земли, чинлы воды, но опять же, мы на этом не будем подробно останавливаться, потому что я и так уже, по-моему, перегружаю историческими. речь просто не об этом, да, историческая справка безусловно важна, чтобы вы хотя бы понимали, чтобы вы хотя бы понимали, что, потому что понять что-то из того, что я говорю, все равно невозможно, это же все обрывочные какие-то сведения, вот здесь-то реставраторы уже накрутили, накрутили, безобразие полное, ну, кроме как безобразие, я это никак не могу описать, вот эти вот вставки, чего они боятся, что храм выглядит как развалина, он как по их должен мнению выглядеть, или может быть его еще и раскрасить надо будет, подождите, через 10 лет приедете сюда, вообще не узнаете, ну, кстати, ну, вот это пол старый, он просто покрылся, покрылся песком вот этим вот, видишь, у них все тут теперь покрыто, вот они настоящие эти лестницы, подниматься по ним, ну, только карабкаясь, я забирался по этим лестницам, раньше там не стояло вот этих всех заборов, и можно было ползать где хочешь, давно еще, вот, много лет назад, и я ползал, ползал по ним, ну, только, ты не можешь по ней идти, ты можешь по ней только карабкаться, то есть, тебе неизбежно нужны твои передние, ой, не передние, верхние конечности, вот, это типичная корейца, вот, очень громкие, очень веселые, довольные жизнью, мы сейчас вот по этой лесенке поднимемся туда, на Бакан, там не так, чтобы очень много интересного, но кое-что есть, вот, это все безобразие, которое устроили в 20-м году, оно, конечно, подорвало туристическую отрасль Камбоджи, и если до вот этих событий, до 20-го года сюда приезжало более двух миллионов человек в год, там, два с половиной миллиона человек в год, то вот в 23-м году это время, когда уже, казалось бы, все закончилось, да, приехало что-то, то ли 600, то ли 800 тысяч, представляете, во сколько раз упал турпоток, но зато вот это время когда здесь вообще не было туристов, они очень активно начали использовать для вот этой вот варварской реставрации, по-другому я, извините, сказать не могу, это мое личное мнение, если кто-то с ним не согласен, кому-то нравится новодело, но флаг вам в руки, господа, друзья, товарищи, но я думаю, что большинство зрителей нашего канала все-таки с нами согласны, что лучше не реставрировать, тебя консервировать, и вот мы уже наверху, на Бакане, не в Абакане, а на Бакане, да вид-то покажу, вид здесь не так, чтобы очень, ой, ну ладно, пару слов о геоморфологии, смотрите, я уже кое-что об этом говорил, значит, все основные храмы Анкора находятся в рукаве выноса реки Сем-Риеп, он очень широкий, его очень хорошо видно на аэрофотосъемке, и в этом же рукаве растут вот эти гигантские деревья, да, если вы куда-нибудь в сторону отъедете, ну вот я уже говорил об этом, да, повторюсь, что там саванна, пейзаж абсолютно саванны, вот, а места, где растут деревья, вот там как раз и были построены храмы, именно поэтому храмы были разрушены деревьями, потому что эта почва, она единственная, которая в состоянии выдержать такие гигантские постройки, то есть все эти храмы стоят на прочном основании из песчаниковых глин, которые во влажный сезон принимают в себя лишнюю влагу, то есть они обладают хорошей впитываемостью, эта лишняя влага, проходя через песчаниковые глины, попадает в подводные, в подводные, нет, в подземные воды, в общем, и таким образом храмы не деформируются из-за смены сезонов, то есть неважно сухой, влажный сезон, вот эта вся система почвы, на которой стоит храм, а также рвов, которые вокруг этих гигантских храмов, это все для, ну, это может быть не для того построено, но, по крайней мере, это служит регуляцией воды под храмом, не знаю, как смог, так и объяснил. так, ну, что мы здесь видим, опять мы видим бассейны, говорят, что здесь везде была вода, то есть это, ну, уже не выдумки гидов или кого-нибудь еще, нет, действительно, здесь была вода, то есть вот это все было окружено водой, которая символизировала мировой океан, четыре континента, да, вот это у нас главный континент, самая высокая башня, где находилась статуя Вишну, сейчас там четыре статуи Будды, и еще по углам четыре маленькие башни, вот, вот такая вот реконструкция индуистских представлений о мироздании, ну, статуя сейчас находится, находится там, где она находится, я вам ее покажу позже, а здесь поместили четыре статуи Будды, вместо одной статуи Вишни, сейчас мы вам их покажем, храм стал буддистским уже в 13 веке, согласно, даже в 12, что 13, в конце, нет, подождите, ну да, в конце 12 века же получается у нас, в конце 12 века этот храм уже стал буддистским, здесь у нас статуя лежащего Будды, вот, а когда-то там внутри стояла статуя Вишну, тут находится шахта, да, под этой центральной башней вниз, до самого дна уходит шахта, которую разграбили еще чамы, это было еще в 12 веке, по-моему, когда, ну, в общем, не важно, когда сюда пришли французы, шахта давным-давно была разграблена, они, конечно, не применули туда заглянуть, нашли там один золотой листок, причем на уровне 2 метра выше уровня земли, сейчас нет экскурсий в шахту, какие экскурсии в шахту, ты что, их никогда не было, какие экскурсии, ты что, вот как она, да ты бы туда не спештилась, там, это маленькая узкая шахта, которая не предназначена для того, чтобы там находились люди, такие шахты под всеми древними постройками есть, но они не для людей предназначены были, а для чего, никто не знает, вот, и здесь такая шахта была, в которой хранились какие-то несметные сокровища, которые были украдены чамами, все украдено до нас, коробочка, а здесь я вообще вижу какую-то, какую-то потрясающую ерунду, сейчас я тебе покажу, что я тут вижу, пойдем-ка спустимся в этот бассейн, я кое-что заметил, что меня не то, чтобы удивило, а насмешило, а кто это сделал, я не знаю, вот, кстати, видите, вот, вот, с помощью вот таких вот углублений соединялись камни друг с другом, то есть, вот этот камень здесь, понятно, не родной, то есть, мы видим, что тут реставраторы поработали, потому что в этом камне тоже должна быть такая же фигня, и в ней каменная заклепка, здесь не металл туда заливали, а каменные заклепки вставляли, итак, смотрим, вокруг, вокруг, мы видим квадратная колонна, и это нормально, дело в том, что кхмерские мастера всегда делали только квадратные колонны, так как считается, что при тропическом освещении квадратная форма выглядит гораздо симпатичнее, чем кругло, и вдруг давайте смотрим вот сюда, на эту входную группу, и видим одну круглую колонну, вот вопрос, как она сюда попала, мы находимся сейчас на самом верху храма, я почему не сильно удивился этой колонне, потому что они есть внизу, они подпирают ту самую крестообразную платформу, которая, как утверждается, была построена позже, дело в том, что хмеры использовали круглые колонны, но только лишь для вот таких вот сооружений, как балюстрады, в качестве подпорок, мы массу круглых колонн в Камбодже видим, а здесь я ее вижу на самом верху анкурвата, и, честно говоря, я не понимаю, как она сюда попала, и что это должно значить, ну и вообще не асимметрично, должно быть квадрата, так это понятно, не, меня просто сам факт интересует, ну как она снизу попала сюда, ну не могли же реставраторы в конце концов приволочь эту колонну снизу, нет, тогда возникает вопрос, а что это, загадка, я же говорю, ты, вот я был в этом храме не менее двух сотен раз точно, ну по-любому, я так думаю, да, я никогда на это не обращал внимания, и так везде, постоянно, ты ходишь по этим храмам камбоджистским, ты каждый раз находишь что-то новое, нет такого, чтобы ты пришел и что-то не увидел, ну что, давай попробуем найти еще такую колонну, раз уж мы одну нашли, а вон там их две, посмотри, опаньки, вообще не обращал внимания, их там две, а здесь вообще, а здесь почему-то только одна, да, почему вообще не понятно, то есть, понятно, что это делали люди, не те, которые строили храм, а те, которые его пытались, пытались как-то восстановить, что ли, привести в божеский вид, ну вот куча каких-то непонятных отверстий, зачем оно, просто так его выдолбили, что ли, не говоря уже об этих дырках, везде, не, ну круглые дырки, да, я уже даже не обращаю на них внимания, потому что люди, которые следят за нашим каналом, они знают об этой загадке, и ответа на нее мы все равно не найдем, и никто не найдет, так, здесь у нас, вот они, эти галереи со змеиной кожей, галереи со змеиной, слушайте, 10 лет назад можно было еще по этим галереям даже ходить сверху, ну как можно, никто не следил за этим, нигде даже объявлений не было, что этого делать нельзя, и некоторые ходили, вот деревянные двери, сохранившиеся то ли с 15-го, то ли с 16-го века, как говорят, вот балки сверху, посмотрите, они тоже украшены барельефами, ну камбоджейцы вообще огромные мастера в изготовлении деревянных барельефов, мебели, у них обычная кровать-то в деревенском доме, это произведение искусства, если честно, вот, так что тут с резьбой вообще все в порядке, такие странные создания, это как жар птиц, похоже на нашу, да, это нам горуда имеется в виду, да, да, вот горуда, вот горуда, тоже горуда, это, наверное, горуды, да, только все разные, а тут красота, посмотрите, о, да, он там вдалеке, видите, воздушный шар, беленький, торчит, на нем можно подняться, раньше 15 долларов, по-моему, стоило, он на веревке, я никогда на нем не поднимался, я на настоящем воздушном шаре летал, над анкором, именно, над анкор-ватом запрещено на нем летать, поэтому мы летали над другими храмами, так, я протру, какая немножко объектив, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Субтитры сделал DimaTorzok